Здравствуйте! Это программа «Репортер» и Алексей Коноплёв. Международный день шахмат в Самаре отметили молниеносный. На Блиц-турнир собрались игроки со всей России. Репортер побывал на игре и пообщался с теми, для кого передвигать фигуры на доске – настоящая страсть. Пешка – маленький солдат, лишь команда ждет, чтобы с квадрата на квадрат двинуться вперед. Команда ждет не только пешка, но и участники турнира по молниеносным шахматам. Их сегодня собралось неожиданно много – 86 любителей и профессионалов со всей России. Все потому, что турнир необычный. Он приурочен к Международному дню шахмат. Я мастер фида по шахматам. Сегодня Международный день шахмат. Пришел поиграть, получил удовольствие, пообщаться с друзьями. Соревнования проводятся по швейцарской системе. Не путать с бразильской. На каждом столе специальные часы для контроля времени. С каждым туром людей становится все меньше. Тут, как в лотерее, сложно угадать тех, кто дойдет до самого финала. Очень часто бывает, что места занимают люди, на которых никто не подумал, что они заняли это первое место. Борьба каждый раз такая интересная получается. На лотерею похожее распределение противников. Компьютерная программа автоматически мешает имена участников. И раз – маленькая Анастасия играет против взрослого, заядлого шахматиста. Опыт большой, поэтому все-таки не так страшно, как в первый раз, когда играла. Как видите, сейчас очень много пришло молодых. Ребята, это радует, что молодая смена растет. В отличие от обычных соревнований, блиц-игра намного динамичнее. Но подобные турниры в Самаре проходят не так часто. Поэтому шахматисты стараются пользоваться любой возможностью, чтобы встретиться со своими соперниками и сыграть партейку другую. Турниры любительские для меня фактически единственная возможность еще раз вспомнить детство, юность, окунуться в атмосферу турнирную, встретиться со своими соперницами. Ну, шахматы меня очень привлекли. А чем? Ну, своей необычностью передвижения фигур, не то что шашки. По сравнению с шашками, это была, конечно, сказка какая-то. Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству очков. Тем, кому повезло добраться до финала, будут вручены денежные и памятные призы от Федерации шахмат Самарской области. Первые три места получат денежные призы. А с четвертого по седьмое место и также участники, показавшие лучший результат среди ветеранов, женщин и юношей, получат от Федерации специальные призы. Мы их скоро, в принципе, выложим. Там интересные очень призы. Вот. Есть за что биться. Но играть в шахматы можно не только по праздникам. Любители интеллектуальных игр всегда ждут в городском шахматном клубе. Ведь эта игра, уверяют, там объединяет мир, изменяет жизнь и сильно повышает интеллект. Если что-то из пунктов вам необходимо, спешите сделать ход конем. И это все на сегодня. Занимайтесь спортом, качайте мозги. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»